Всем привет! Всем привет! Кто не успел сделать ивент, тот я. Поэтому мы начнем с ивента, а потом перейдем к райденквесту. Райденквест. Я не знаю, что тут. Буду только говорить или что-то даже делать придется. Ша узнаем. Поговорите с Кудзираймомитти, Добрый вечер. Поймали ли вы своего Левиафана? На оригинале бессмертная, черно-белая броня, но мне розовая нравится больше. Ну розовая это всегда лучше. Не, хорошая, Арсенок молодец. Привет, привет! Ты вернулся! Простите, что опять вас беспокою. Сходите со мной на западную отпель вечером. Хочу вам кое-что дать. Морское сокровище? Приходите и узнать. Встретимся с Эйчос! А, вот сюда. Окай. Уже всех высиливала чайника, видишь, я еще не сделала. Я не успела. Я с утра только успела Делики. Мы сегодня с мышкой ездили в ветеринарку. В общем, я до ветеринарки успела только Делики и четыре раза на геокуб сходить. Я же дедушку качаю на геокуб ходим с мы с Ноликой. Вот. А потом, когда я пришла, в общем, занималась этим распродажей мерча. Бла-бла-бла. Короче, вот только закончила недавно. Поопедала и это самое. В общем, не успела я это делать. Сегодня захожу в ветер, там чувак такой, хочу сделать заказ. Я так офигела. Вот, видишь, прям все одно к одному. Рисуй заказ. Это место, когда мой отец ушел отсюда, я в последнее плавание. Была точно такая же ночь. Больше я его не видела. Ты, наверное, очень по нему скучаешь. Тое желание было увидеть его снова. Я действительно очень по нему скучаю, но люди в море рано или поздно всегда в него возвращаются. Мое желание стать более великим рыбаком, чем мой отец. В детстве я всегда хотела пойти в море с отцом, но он просил маму отвезти меня домой. Он даже иногда брал соседского мальчика, но меня взять не соглашался. Он постоянно говорил что-то типа, мамизи, хватит торчать у моря, иди займись девчачьими делами. Или вот тебе денег, купи себе юбочку. Чего постоянно к лодке бегать? Юбочку, серьезно. Я не понимала, почему, что за девчачьи дела. Мне можно покупать конфеты, собирать цветы, быть маленькой принцессой. Но нельзя отправиться в приключение, выйти в море и бороздить океан. Что за это самый сексизм? Чем больше мне запрещали, тем больше мне хотелось, когда отец пропал и я стала рыбаком. Потому что некому было запрещать. Переплыву моря, который он не смог переплыть, поймая большую рыбу, которую он не смог поймать. Наследую рыболовной техники и приумножу ее славу. Путь легенды о лунном Левиафане просто легенды. Пусть легенда о лунном Левиафане просто легенды, я не остановлюсь. У тебя все получится. Ну, у мыши, короче, сегодня там совсем чуть-чуть секрета от Джонни. И мы с ней сколько? 16 дней прошло. С 31-го последний раз мы ее носили. Ну, то есть, как бы, в принципе, прогресс есть. То есть, можно было, на самом деле, даже не носить сегодня. Но я для перестраховки решила. Вот так уже, ну, как бы, самый крупный перерыв был. Вот. Ну, то есть, тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, что дойдет до нормальной кондиции. Ну, в общем, пока следить, приносить, если вдруг опять будет припухать. Что-то ведь с ума сходят, а одну рекламу мне пихает. Спасибо, Водонес. Проблема в том, что он написал мне 11-го августа. Ну, ты все равно напиши. Скажи, сорян, вышла на работу, не заметила. Ну, в смысле, в любом случае, ответим. Может быть, ну, как бы, ничего страшного. Ну, и прайс-лист, на самом деле, тоже хорошая штука. У меня его, правда, нет. Но у меня есть цены на сайте, так-то. Вот. Не, серьезно, напиши. Может, еще, как бы, ему норма будет. Раз уж божественная рыба не здесь, я передам свое желание морю. Думаю, отец их увидит. У вас есть желание? Давайте вместе напишем свои желания, засунем их в бутылки и забросим во все силы в море. Однажды они обязательно исполнятся. Засоряет море. Морские экологи негодуют. А так можно? Ну, по-моему, он так много желаний, какое бы выбрать. Больше месяца прошел, думаю, он забыл. Нет, Лун, ты зря так думаешь, потому что некоторые люди, у них реально, вот тут у тебя месяц пробежал, и у него, может, так же месяц пробежал, он мог вообще и не то самое. Я бы написала, извинилась, сказала, что вот работа, бла-бла-бла, не заметила. Серьезно. Ну, если тебе, конечно, заказ нужен, в целом. Ну, просто сам он тебе повторно не пишет, потому что, очевидно, стесняется, но ты бы ему написала. Или ждет, да. Только утром перед парами закончила этот квест, а вот, видишь, я не успела. Спасибо большое за все, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Вот небольшой подарок, надеюсь, вы примете. Смотрите, что это? Что это такое? Какая большая стая рыб, да еще и светится. Кажется, им нравятся наши бутылки. Когда они забираются, как будто в море сияет луна. Это же луноперки. Луноперки. Я поняла, поняла. Оказывается, это был лунный леофан. Это лунный левиафан? Да, я никогда не забуду, как он выглядел, эти блестки лунного сияния. Тогда лунный левиафан тоже возник, когда Ця Вей кинул бутылку, кстати, которую мы выловили потом по квесту. Мне удивительно, что за все эти годы никто так и не смог поймать лунного левиафана. Это все потому, что это просто стайка луноперок. Написала ему, вроде чувствую, что у меня появляются силы нарисования. Ну, вот видишь. Может, ответит. Луноперки. А что за штука перед ником? Подписка, что ли? Вообще, этот значок, по-моему, от Чиров, кажется. Но я не уверена. Этим луноперкам, оказывается, нравятся обычные бутылки. Может быть, мне нравятся желания, которые люди изливают в бутылки. Тогда смотрите, как Кудзирай Мамидзи сейчас их всех поймает. И мы тоже, мы тоже. Ты тогда позволь мне подарить эту удочку. Это особая удочка семьи Кудзирай для ловли лунного левиафана. Хоть она и не выражает полностью, как я вам благодарна, но все-таки примите ее как знак моей признательности. Давайте поймаем ей всех луноперок. Слушайте, я не могу, почему я так, вроде, перок от слова перо, да? Но почему-то мне настолько смешно. Появление луноперок с 6 до 6, с глубин океана, да-да-да-да-да-да. Поймать три луноперки. Так, ну мы тут как бы и стоим. Окей. Давайте вы пойм... А на что? А, на специальную... Ага. На специальную спецприманку ловим луноперок. Ловись, луноперка большая и маленькая. Вот это вот... Фа-и-то! Фа-и-то! Что-то долгие ловятся луноперком. А что значит то, что удочка золотым сияла? Да я плохо ловлю рыбу в пойман. Отстань. Что-то я не уверена, что мы троих выловим. А, это еще декоративные... А, они все, наверное, декоративные. Удоля! Удоля! Луноперка ловись давай. А, они все, типа, декоративные, да, наверное? А сколько их там? Пять надо же поймать, да, по-моему? Поэтому. А, ПБП. Вот что оно золотым становится? Я так мало рыбачила, что даже не знаю, что означает, когда удочка становится золотой. Сейчас, ну я это, ивент доделаю, пусть почитаю в чат. Так. Давай еще одну луноперочку. Давай, луноперочка, ловись. Третья ловись, луноперочка. По минуте на луноперочку. Ну, вообще, декоративные обычно так сложно и ловятся. Ну, а дело, что я пока мало декоративных ловю. Еееей! Что-то я устала, ломоперки тело ведь... Чиро просто до этого почему-то не отображалось. Ну, вот что-то это самое отобразилось. Так, сейчас я чатик зачту. Для ивента 3, для БПП 5 больше 5 не дадут. Ну, сейчас я во второй раз еще 2 выловлю. Ну, в смысле, я за полосемь минуты все равно бы не выловила, наверное. Новый рекорд. Так. Почему-то думала, что бутылочка с письмом от ее отца, который помер в море. Нет, там же ты можешь ее прочесть. Там от... Короче, от мужика, который в Льюэ рыбачил. А мы сейчас зачитаем. Не захотела в денж? Так зайди, все. Золотое свечение, похоже, должно упрощать ловлю, но меня это всегда сбивало и бесило. Не зря мы вчера говорили про Эндертейл. Завтра вторая глава Дальтерана выходит. Так вот, просто без явления войны. Ну, а что, как бы, так раз и сюрприз. Когда полоска золотая, то бегунок носится быстрее. Это типа момент, когда рыба сильнее сопротивляется, я так поняла. До БП 5 надо. Для ивента 2. Две засчитали. Не хочу в денж. Все, луна сломалась, она не хочет в денж. Как здорово получается, что желание всех, кто охотился на лунного Левиафана, исполнится. Смотри, Дзявэ ведь нашел богатую жену. Он, да, про жену записки писал. А Нантак стал известным автором благодаря книге, разоблачающей лунного Левиафана. Хотя он ошибся. Пудзирай Мамити стала самым известным рыбаком в Анадзуме. Сегодня даже сделала то, что не удалось ее отцу, поймала лунного Левиафана. Поэтому Паймон думает, что твое желание тоже обязательно исполнится. Что ты загадала? Не скажу, не скажу. Если сказать, то не исполнится. Слушай внимательно. Паймон скажет один раз. Желание Паймон, чтобы исполнилось твое желание. Паймон не станет повторять. Паймон купит конфеток. Так, ну давайте еще... Ой-ёй-ёй-ёй, нет. Фу-фу-ю, имей, не стреляй. Давайте еще двух выловим и бутылку зачтем. Ивент. Проходим, ненавижу рыбалку. А я и не успела. Я бы до стрима сделала, но я не успел. Ну что такое? Ну ловись давай. Ну прямо перед твоим носом. Алло. Рыба. Что они такие вредные? Иногда закидываешь сразу моментом, когда плывут к приманке. А иногда вот такие, знаете... Ну я подумаю, короче, плыть мне к твоей приманке или не плыть. А кто-нибудь тут ловил уже и надзумской удочкой? Проще было или нет? Я еще не успела на и надзумскую накопить. Я вообще только пока изливая взяла блудочку. Остальные две в процессе. Эээ! Алло. Все, дайте мне вторую и все. И я уйду. Вы видите сразу? Не надо, не надо сопротивляться, рыба. Рыба, прекрати. Ну да, получается, она сопротивляется, вот этот ползунок большой активнее ползает, потому что она типа сопротивляется больше. Все, хватит с меня двух лоноперок. Вчера все забрала из магазина за рыбу, теперь можно перестать за ними бегать. Кайф. Просто после первых 600 рыб я просто возненавидела, она слишком долго делается. Ты уже 600 рыб поймал? Господи, жесть. Ну правда, а сколько Хельга поймал? Тоже 600 или больше? Я помню, у тебя 500 уже ачивка была. Рыбалка участвовала, в рыбалке участвовала только ради копля для райдвена и для ивента, остальное все как-то желания нет. Ну вот, я коплю как... Я до ивента практически не рыбачила. В ивенте я уже прям в ивенте в процессе. Нарыбачила на удочку в Льюэ и на полудочки... Короче, на полудочки там, на полудочки тут. То есть мне надо дарыбачить, вот. А копье я потихоньку тоже собираю, ну как бы так параллельно. Но я специально не бегаю по рыбалкам, только если вот мимо иду, и она как бы есть. Не заметила разницу между региональными и обычными. У этих удочек одинаковое описание, так что думаю, разницы нет. Кстати, а почему мы не ловили новой удочкой, вы не знаете? Нам уж какую-то удочку... Подождите, а дайте чисто ради эксперимента. Нам же дали какую-то удочку крутую. Давайте-ка одну попробуем. А, все, достигнут лимит луноперок. Пойманного во время испытания луноперку нельзя, понятно. А, ну, устроить, мне не все равно. Можно я просто попробую? Ну-ка, луноперка. Будешь ты лучше ловить? А че я на старую удочку ловила? Не знаю. А луноперки взяли и ушли. Ну это не луноперка. Ты просто поймаешься. Ладно. Ну, удочка красивая, да. А че пишут? Про эту удочку. Про удочку пишут. Что, зайка, случилось? Сиди ко мне. Если вы сможете оставаться в зоне идеального удержания во время рыбалки, то удержишь сократить время борьбы с рыбой. Ну да, то же самое описание, что и... Короче, она такая же, только универсальная. Это, ну, короче, она как бы для всех регионов одинаковая. Получается. Кстати, у меня не собрана эта самая штука. А по поводу бутылки с желанием. Вот она. Читать. И вот тут, короче, Тя Вэй пишет, что он, короче... Что ты ее принес? Что ты пищешь? Зайка, что случилось? Отец, мать, простите, простите своего глупого сына. Я был ослеплен легендой о лунном Левиафане. Подумаю, только верю, что поймаю какую-нибудь паршивую рыбу. Получу в жену дочь Бокача. Теперь в этой лодке уже не сойти. С этой лодки так не сойти. Мне понятия не имею, как долго мы дрейфуем в открытом море. Пить нечего. У меня нет сил ловить рыбу. Этому проклятому морю не видно края. Клянусь, настал мой конец. Это же так, да? Если этого трижды проклятого лунного Левиафана вообще есть в сердце, пусть он отнесет мое письмо на берег. Пожалуйста, родители, перестаньте ждать меня. Я не вернусь. Если когда-нибудь буду рожден снова, то клянусь, что женюсь на богатой женщине и буду прислуживать вам до конца своих дней. Женись на ястерби, и небеса станут твоим охотними чемугоднями. Женись на собаке, и, как там говорится, на обратной стороне письма есть несколько глубоких царапин неясного происхождения. Вот. Что это нельзя разместить? Это больно же. Здесь нельзя разместить. А где можно? И тут нельзя? Тут можно. Короче, вот так. Ой. Можешь показать, своих бойцов? Ну, сейчас покажу. Ну, воперки только... Ну, я поняла, что они только ночью. Ну, ладно. Хотя, можно, конечно, перемотать. Посмотреть, чисто декоративное будет лучше ловиться или нет. Пока мы тут стоим. Сейчас перемотаю. Сегодня аж на часик, а то чуть больше. Даже спокойно сейчас могу, даже сидя. Что, у тебя перерыв? Здравствуйте, здравствуйте. Все. Ей. Куча камней. Ну, все. Ею мей, прекрати. Вообще, можно подпрыгнуть, чтобы сбросить эту фигню. Так, давайте попробуем все-таки удочку. Что там? Шесть вечера, да? Да, сестра, а что показать-то вы бойцов-то? Конкретно. Два к рыб это сколько на особо на времени? Пятьсот было несколько дней назад. Больше не смотря, так что, наверное, больше шестисот должно быть. За счет того, что это 3D поверхность, очень сложно понять, близко рыба к тебе или нет. Вроде кинул дочку, вроде близко, но недели 3-ка мы от рыбы. Ну, как сказать, перерыв. Сегодня школа кончилась в полтретьего, на тренировку к шести. А, понятно. Свободное время. Так, не, мне интересно, проще ли ловить эти самые. Ну-ка, лунаперку давай. Да. Да. Чисто, ну, как бы. Тянуть будет проще или нет? Там мы ловили за минуту. Примерно. Что вы за все заистерили? Подлетай. Ну, что такое? Ну. Да вы... Да вы... Там написано, если вы будете оставаться в зоне натяжения, то уменьшаться не будет, да? Попробую еще оставаться в зоне натяжения. Ну, в целом, да, чуть-чуть проще. Чуть-чуть процентов на 20-30, наверное. Ну, да. Окей. Чуть-чуть проще. Ладно. Что там? Батлпасс, да, надо забрать? Кош, что-то разоралось. У нее каждый раз после чистки начинается мяу-мяу-мяу. Что-то батлпасс так быстро заканчивается. Ой. Что мы еще не сделали? Так. И в ивенте, да? События. Слышите, и изичный такой ивент. Все, пойдемте на райден. Задание. А что там писали? Приключение подошло к концу. Вы, спаймэн, собираетесь снова к статуе Всевидящего... Сходите к статуе Всевидящего Божества. Собираемся. Утречка. Создание симов уже недоступно или как? Пока, да. Пока у нас и стримов по геймплею нет. Сара это дамаг. Сара это саппорт. Она жалуется, что ее обижали. Кошка, ты жалуешься? Или ты кота теперь тебе надо? Для восполнения. Баффер, да, это персонаж, который усиливает атаку отряда. Да, она усиливает атаку других. Четыре урока. Завтра можно будет подальше поспать. И за голосование, потому что, да. Сара дамаг? Да, ладно, в каком месте она дамаг? Когда она саппорт. Не, чувак, Сара не дамагер. Ну, по крайней мере, польза от нее... Ну, у нее ее атаки заточены на усиление команды. Какой это дамагер? Если комиссия Тендрё не поможет с грозами, последствия могут быть катастрофическими. Тома, Тома! Дело не в том, что мы хотим помочь. Просто сейчас недостаточно людей. Надеюсь, вы понимаете. Да, Сара это увеличение дамага отряда. Правильно пишут. А что кому там, что надо было персов-то показать? Напишите еще раз, пожалуйста, что вас конкретно интересует. Если вас еще интересует... Привет, Тома! Что случилось? Только что мы говорили о том, как вы повлияли на Инадзуму. Вот так совпадение. Благодаря у вас, что принесли мне тогда письмо госпожи Хираги. Так это ваши друзья. Я слуга господина Камадзи. Зовите меня Иппей. Иппей? Иппей? Вы троллите, что ли? Кажется, у вас неприятности. А, это тот чел, которому мы любовное письмо доставляли. Вот этот, да? В самом начале у него шуры-муры с дочкой другой комиссии. Это этот чел. Тома, Тома, выходи из дома. Да, из чаевни. У нас выборы в школе не проводят. Слишком старая школа. Так-то она саппорт. Но именно повышение дамага. Просто она не керри. А Тома говорит про дамаг как керри. Ну и дамаг у нее с ульты приличные. А, ну в смысле, да. Она как бы повышает дамаг, но... Господи. Чужой. Ну, ульта, может быть, да. Может быть, да. Ну, короче, это не главный боевой персонаж. Это персонаж поддержки. Работа три комиссии заключалась в сборе информации для Сёгуна и выполнении ее заданий. Но недавно Сёгуна изъявила желание провести некоторое время в одиночестве. Поскольку она никого не принимает, задания давать некому. Ашами мы не знаем, что нам делать. Частейшие дамаги. Рикоцин, Делюкся, Ухота, Угань, Юй, Тарталья, Аяка. Возможно, кого-то забыла. Всех перечисленных не стоит качать как саппортов. Ну, в принципе, кроме... Ну, Ганька может быть еще полу... Ну, в смысле, у нее такие атаки, которые могут быть и как сап-саппорт. Ну, так-то с нее, конечно, по уроку как саппорта больше. Ну, да, как дамагера больше. Но сами атаки у нее помогают другим в том числе. Ну, то есть она не соло, как это называется. Не должна быть все время на поле, вот. Мы все понимаем, что Сёгуну нужно время собраться с мыслями. Вот только проблема в том, что сейчас как раз разыгрались грозы в море. И такое голубое небо. Я слышал, что грозы проявления воли Сёгуна. Грозы вот уже многие годы оставались одной формой и размера, но теперь они надвигаются на Инадзуму. Ее воля изменилась, и теперь ей хочется разрушить Инадзуму? Или она так пытается нам отомстить? Неужели ты так боишься ее? Сара бафает через Ешку? Да, через Ешку, да. Какая прелесть, кошка пришла и легла на ноги. Беляшик. Она нам не проиграла, и Пайман ни капельки ее не боится. Просто Пайман беспокоится, а вдруг она разозлилась? Об этом беспокоиться не стоит. Нас волнует то, что воля Сёгуна впервые пошатнулась. Слушайте, там, кстати, на канале официально вышел сегодня видос, типа письмо года игры. Я плакала, когда смотрела. Не знаю почему. Вы смотрите в одну. Принимая во внимание то, что совсем недавно Архонт Лиуэ ушел, хорошим знаком нам это не видится. Многим кажется, что буйство Гросс вызвано проблемами Сёгуна со здоровьем. Ситуацию с Угулюэ и то, что она сейчас никого не принимает. Поэтому, пока я не попал в злые слухи, госпожа Комиссата поручила мне обсудить с комиссией Тенрё план по противодействию. Мы должны быть готовы к беде, когда она придет. К сожалению, обстоятельства таковы, что комиссия Тенрё столкнулась с сильными внутренними разногласиями. Клан Кудзё утратил власть над другими кланами. Ох, как у них все сложно. Еще есть время, наверное, буду пытаться выбить Сару дальше. Ну, удачи тебе. Надеюсь, все-таки прилетит. Я так многих докручивала и Ян Фэй, и Розу, и Дио. Ну, такая, ну, прям до последней круточки я все равно не выпалю. А выпали потом со стандарта довольно скоро, так что не переживай, упадет в любом случае. Клан Кудзё представляет... ...предстанет перед судом Сёгуна за то, что вступили в сговор с Фатуей и почти разрушили Инадзуму. Всем ясно, что смена головы комиссии неизбежна. Приказ от всемогущего Сёгуна делал лишь времени. Иными словами, клану Кудзё никто больше не подчиняется, но работать кто-то должен. Был бы господин Такаюки в добром здравии, мог бы найтись выход, но... Виной тому мои скудные способности. Я не узнал правду вовремя и не остановил отца. Теперь я, как глава клана, не могу справиться с беспорядками. Подождите, а Камадзе получается сводный брат Сары, да? Ну, Сару уж они усыновили. Не вините себя, господин. Крепитесь, а там вернётся ваш старший брат. Больше потрясений клану Кудзё не перенесёт. Да, ты прав. У Масахи-то не так достаточно забот. Нельзя ему добавлять их. Вернёмся к обсуждению через несколько дней. Сейчас мне нужно наветься к голове Калана Така Цукаса. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки. Конечно, скорейшее разрешение внутренних разлагласий комиссии. Тенрио пойдёт и нам на благо. Я пойду с вами. Какой мискиплый. Планы были докрутить до леги. Всё очень интересно. И хочется точно знать, кто с рыбой в баннере. Ну, посмотрим скоро. Уже через неделю баннер будет. Даже быстрее. Нет, Чунь-Юнь какой-нибудь скорее будет. Я пойду с вами, хозяин. Не стоит, я расправлюсь один. Доброго пути, хозяин. Скорее возвращайтесь. Не, ну стандарь Кею вряд ли засуну. А ты, кажется, Кею засунули. Ведь выходит, что проблема с грозами и переплавок в Тенрио случился, потому что Сёгун решила передохнуть. Если так пойдёт дальше, начнётся паника. Может, упросим её на некоторое время выйти? Как ты себе это представляешь? Паймен не знает, но попробовать можно. И согласится она... А согласится ли она, будет зависит от её настроения. Кажется, вы знаете, что делать, значит, вы берётесь. Чё ты рот закрыл уже? Ты ещё не договорил. Всех волнует состояние Сёгуна, но если люди её увидят, то все страхи развеются. Я попробую. Я снова перед тобой... Сёгун сычует, да? Снова перед тобой в долгу. Чугун моя аяка. Ну чё-то она четырезвёздочная. У меня Кея вместо. Аяки. Насколько Паймен понимает, только один человек может повидаться с Сёгуном, когда она проводит время в одиночестве. Значит, идём в Великий Храм на руками. А чё такие с ноги заходите в храм и говорите? Мы пришли. Кстати, а мы с Томой фоткались? Или не фоткались с Томой? Мы вообще с Томой фоткались когда-нибудь, кто-нибудь помнит? Я не помню, поэтому я... А, фоткались в прошлый раз с Аякой вместе. А только мальчиками. Тут как-то мы сильно далеко от него стали. Подождите. Хотя, а то как-то он не на нас смотрит. Между нами мальчиками. Больше интересно, что по поводу Иррана Тартальи. Ну, стрим будет 1 октября, насколько я погуглила. Узнаем, что там по поводу Иррана Тартальи. Ой, ну козуха просто показушник. Ладно, что-нибудь уберу. Не знаю, мне кажется, не будет Иррана Тартальи. Ну, камон, все козу ждут какой Тартальи. Встречал слив про Байдоу, Беннет и Розарио. Но это сливы. Ну, как вариант. Хотя, мне кажется, Байдоу была недавно, нет? Не, как-то не знаю. Ну, кто будет, тот будет. Цель находится где-то в этой области. Кто вообще из четырех Крилл? Есть Кия, Диона, Чугун, Роза? Ну да, все вроде. Опять смотрю с компа пишу с телефона. Привет. Если Тартальи Тому поставят, да, это будет смешно. Тролло. Посмотрела ролик на Овканале, я не плачу эту ночь. Но я говорю, я тоже просто рыдала почему-то. Я не знаю, вроде ничего такого. Ну, просто сидишь и вот это все такое. Говорят про Тарталью и Хутаву Казу. Больше склоняюсь к Хутаве. Чего вы все плачете? Не знаю, очень эмоциональный видос, потому что... Блин, у Тартальи был уже Вариран. Как-то очень странно его ставить. Хутаву или Каза? Да. Но учитывая, что лук слили, то скорее Каза, чем Хутаву. Да и Тома же будет. Не будет же они два пирокопейщика в апдейт сувать. Новых, старых. Что там? Там письмо к годовщине игры. Посмотри потом. Я не ожидала гостей во время перерыва. Пришли довезти меня. А, тоже. Находчиво, но глаза говорят о другом. Вам нужна моя помощь. Концовку пацифиста досматривала. Чуть поплакала. А лук тоже дали ей. Ну, лук нормальный и на Тарталью, и на Казу на самом деле. Так-то. Ну, если так-то. А мыс, конечно, на Казу все еще, наверное, лучше. Но в целом... Почему нет? Потому что он у него теперь в игре? Дайте мне Казу, никто не пострадает. Там ничего такого, но задело целый год ламповых впечатлений, воспоминаний и приятного перерождения. Ну да, да. Конечно же, вставит тем, кто играет. Где-то давно. Новеньким, конечно, может так не вставит. А тем, кто реально все эти события уже переживал в игре. Прям супер. Твой ответ поднял мне настроение. Дайте мне уже, я и Мика. Говори же, в чем дело. Мы слышали, что Сёгун решила взять перерыв, а после этого усилились грозы вокруг Инадзуны. Если верить слухам, грозы связаны с волей Сёгуна, а люди волнуются, что с ней может быть что-то не так. А комиссии Тэнрё нужны ее указания. Тут сами мы ничего не умеем. Нет никакого смысла скрывать от вас. Та война оставила на сердце Сёгуну тяжелый след. И с тех пор Эй сама не своя. Та война, которая тут до днях закончилась. Что? Она изменилась? Ее силы уже убывали, а потом вы нанесли ей тот судьбоносный удар. Поражение досталось ей тяжело. Далось ей тяжело. Вдобавок, на нашу последнюю встречу я забыла принести трехцветных данго и легких романов. Бедняжка без утешительного десерта и книг она вышла из себя. Начала рыдать и кричать. Она что, реально там хикует просто? Паймон не верит. Архонты за такого истерик не закатывают. Такое, по-моему, я тебе не верю. Прежде чем ты начнешь возмущаться, учти все, что все эти проблемы прозвучали так же нелепо, как и эта ложь. Эй, преследует вечность и человеческая жизнь для нее не дольше мгновения. Какое ей дело до переживаний смертных о ее благополучии? Значит, она в порядке? Райден это я. Пацаны, трейлер готов? Вор нового? Да-то че. Надеюсь, козу не будет, и мы примагемов нет. С работы выпало отовсюду. Подробностей я не знаю. Эй сказал, что хочет покоя. У меня для нее неотложных дел тоже нет, так что беспокоить ее нечего. На грозах я уже слышала, что же до причины вполне возможно, что ее воля несколько изменилась. Слушай, она с катушек слезет. Че-то она там заотдыхалась. Скажи только, почему это должно волновать меня? У меня есть все, чего душа пожелает, а чего только я не повидала. Зачем мне это для тебя делать? Сделай это ради Эй. Такой ответ мне нравится. Я, знаете, я думаю, что хитрая лиса говорит правду, притворяясь, что это ложь. Хитрая лиса? Про данго и легкие романы? Я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне пророчит слезы. По сливам Кокоми, Яя, Казаху Тауа, Беда, для меня это было бы идеально. Буду скипать баннеры через один. Ну, понимаешь, если бы Яя была, она была бы на сливах в тесте. Ее в тесте не было. Как она может выйти без теста? Вот тебе пропуск, покажи его, и тебя впустят. О, кудзу мэсю. Спасибо, Мику. Вопрос мой был шуточным, но ты ответил честно. Оставайтесь верными своему слову. Хитрый, а вообще просто. Когда закончишь, не забудь вернуть мне пропуск. Чего целый вечер с братом убил комп, ему собирали, благо все прошло хорошо и заработало. А вы же там меняли эти самые какие-то... Что вам там, карты приходили или что вам там приходило? Пропуск, которым вы получили от Яя Мика, с ним вы можете беспрепятственно войти в Тенсюкаку, повидаться с Сёганом. А в тот самый Тенсюкаку? В тот самый Тенсюкаку? Ну, окей. Кстати, сколько у меня печатей? Печатей. Семь. Семь. Семь печать. Ладно, семь значит семь. Так, Тенсюкаку. Каку Тенсю? Матери, да? Яя, скорее всего, будет в 2-3. Ну, мне кажется, тоже уже в 2-3 скорее. А процессор он до этого взял. Ну, Яя точно нет. Сливы ее есть, но малая анонса нет. Так что после Кукоми точно не Яя. Значит, это все ложь. Ну, я ставлю на Козу, честно. На Козу? На Козу и на... Ну, 2-то, да? На 5-звездочных должно быть. Кого бы к Козе поставить? Вы прикиньте, будет и Коза, и Тарталья. Всемогущий Сёгун отдыхает и никого принимать не велит. У нас пропуск. Мультипропуск. Что это, шутка? Гудзи ни за что бы не стала давать свой пропуск посторонним. Даже такому знаменитому путешественнику, как ты. Гудзи Яя обладает этим пропуском по причине личного доверия всемогущества Сёгуна. Не надо так, и Коза, Тарт нужен. Погодите, он настоящий? Спросишь у Мико, может? Я все понял. Да будет так, как велит Сёгун, больше не смей вас задерживать. Прошу прощения, вы заходите. Рядом с Сёгуном, в часу ее покоя, надлежит вести себя еще учтивее. Кстати, мне же тут выпали эти квесты и со стражником, и гурманы мировые, которые на Дели как были завязаны. Ух, что-то я ее боюсь. А может не надо? Она все прохаживается туда и обратно, а тебе не кажется, что ее что-то тревожит? Давайте-ка мы за Козу будем. Трудно бы не нервировать. Если будет у Коза и Торти отчокнуть. Недавно был Архонт. У нас есть правило, если недавно был баня Архонта, значит будет баня в Тарталетке. Лау. А в прошлый раз Тарталетка же был между двумя Архонтами, да? Между Ирранами. Драд. Как ты сюда попал? Незваных гостей ждет мгновенное уничтожение. Потому что на Цундера просто. Постой, но мы же тебе не враги. Разве мы с тобой не помирились и оказались мы здесь совершенно законным образом? Первый раз он был возле Джуна, а потом между Джуном и Винти. Ох уж этот Тарталья. Использовать силу запрещено. А, это она сама себе. Нет, использовать силу запрещено. В любом случае уходите, не нарушайте мой покой. У меня что-то там. Шиза? У тебя все в порядке? Это вас не касается, я восстанавливаю силу. Что на это скажешь? Какая-то она странная. Бывали на себя так раньше. Этому телу отдых ни к чему. Но я помощница той, что внутри. Если она желает отдохнуть, я должна следовать ее воле. Ага, то есть она осознает, что она кукла, да? Сложно у них там все, да? Паймон поняла, это все Эй. Но почему, если ты занимаешься своими делами, это никак не сказывается на царстве Эфтьюми, верно? Враг я с жены, ловим эстетическое удовольствие. У нее там куча пространства. Лучшего места для отдыха не найти. Я подчиняюсь ей, больше ничего сказать не могу. Почему бы не успокоить людей? Все переживают и хотят тебя видеть. Нельзя. В таком состоянии я ничего не могу поделать, даже если выйду. Сейчас у меня нет ни желания, ни возможности заниматься делами. Короче, у нее депрессуха, я понял? О чем ты говоришь? Игзотенциональный кризис. Это запрещено. Пожалуйста, не заставляйте меня больше говорить. Что будем делать, иначе мы так ничего не договоримся? Ты заболела? Ах, это вы давненько не виделись. Эй. Слушайте, меня сейчас Смешиза накроет. Что? Секун сейчас мало что может сделать. Давайте сразу ко мне. Что? Что за Санта-Барбара? Нет желания, ни возможности заниматься делами. Блин, что, Джиза, да? То есть, Райден, она осознает, что она управляется Эй, да? Интересно. Как страшно-то нельзя было... То есть, мы на самом деле с двумя одновременно на квест проходим. Как страшно-то нельзя было сначала предупредить. Нечего так тревожиться не в первый раз ведь. Так, Сёгун сломалась? Тебя починят? Не переживайте, Сёгун не сломалась. Я всего лишь временно отключила множество ее функций. Сейчас Сёгун не может заниматься делами и появляться в виде меня. Поэтому проще всего было объявить, что я отдыхаю. Так, вот что значило запрещено. Как я уже говорила, мне нужно подумать о вечности для Инадзумы. И для этого требуется время. Но Сёгун продолжает действовать по старым правилам. Я не могу позволить ей делать ошибки и дальше, пока все как следует не обдумаю. А ты пробовала включить или выключить? Тролла. Пробовали включить и выключить вашего клона? Юти за ней подразумевает выключение. Звоните в Киберлайф, Сёгун поломалась. Райден кукла, эй, трушный архон. Так что осознание этого есть. Райден не человек. Мы сейчас начали смотреть с Крисом серию... В смысле, сезон текущий по Рику и Морти. И там вот какая там вторая, что ли, серия про как раз-таки обманки. Ну, как раз про клонов. Прочи в тему. Матрешка, да. Мозг сломался. У меня тоже. Райден над этим включить и выключить. Я шарю, да. Кроме того, я заключила, что смогу изменить правила работы Сёгуна в будущем. Хотя такие изменения не способствуют вечности. Так строга к себе. Поэтому у Сёгуна такая хорошая система защиты от изменений. И она также оберегает от непредвиденных обстоятельств. На время размышления о форме вечности более эффективным решением мне показалось отключить некоторые функции куклы, нежели пытаться изменить ее правила напрямую. Вот теперь Паймэн поняла, а грозы вышли из-под контроля, потому что некоторые функции Сёгуна были отключены. Горы без... грозы беспорядочно ширятся. Впервые слышу. Ширятся. Ширятся грозы. Ну, луноперки, конечно. Луноперки. А грозы ширятся. Пупая, каждая техподдержка провайдеров. Пробули выключить и включить. Ну, на самом деле, да. Почему Геншин такой сложный, я ничего не понимаю. Ну, чё ты не понимаешь? Та, которая снаружи, это клон. Тело, вместилище. А это Архонт, которая сидит вечной медитации у себя в мече. Дело вот в чём. Перевод в Геншин и такой не очень. Про луноперок или про ширятся грозы? Ясно, значит, гроза становится всё ближе. Ты можешь это исправить? Это всего лишь незначительная ошибка, такого следовало ждать. Зайка, иди ко мне, не кричи там. Это всего лишь, для этого следовало ждать. Небольшая корректировка Сёгуна всё поправит. Звучит как-то безосновательно. Значит, напрасно все переживали. Не смотри на меня так, мне ещё не приходилось копаться в Сёгуне. Она очень тонко устроена. Если начнёшь на сети исправления, что-то обязательно пойдёт не так. Сучует в катании, да. Для меня, ну, и тупейший вопрос. Так, если бы я не пробовала включить и выключить, я бы не звонила. Ну, на самом деле, да. Про всё, что вы видели, как она переводит способности и ачивки. Ну, про способности, да, наверное, можно так сказать. Да, я не знаю, кстати. Как бы я перевела. Ну, в груди сидит. Мышина, иди сюда. Не пищи там в коридоре. Ну, так и есть никакая это не отговорка. Ну, переводы, они, знаете, они всегда очень такие себе, потому что чаще всего люди переводят, даже не видя, что они переводят. Ну, как бы. Лишь бы ты могла это исправить. Пришла ли ты к чему-то-нибудь в размышлениях о вечности? Ещё нет. Как и раньше, я вижу путь впереди, но мне без противоречий. Но торопиться нельзя. Если ты спешишь с выводами, значит, неправильно подходишь к вопросу. Как насчёт прогулки? А! Вид Сёгуна в добром здравии мигом прекратит все слухи и домыслы. И кто знает друг смены обстановки, вдохнови тебя на новые идеи. То есть покинуть царство и в тюме? Могу поспорить, ты уже давненько не выходила. Что за? Мы вытаскиваем из Хикамори, из домика. По-моему, такой необходимости нет. Но раз уж ты меня приглашаешь, сменить обстановку было бы неплохо. Не, ну про выключить и включить, понятное дело, что это перевели специально. Игла, яйца, яйца, утки, утка в зайце. Как можно перейти ачивку на сбор электрофей, как сбор травы наку? А у козы вообще перекурываются во время боя? Ну, кстати, да, про траву наку я тоже такая, чё? Так и быть, выйду ненадолго. Раз уж мы решили сменить обстановку, то зовите меня просто... Эй, мне всё равно эти... Деревянный титул мне нравится. Раз уж мы решили сменить обстановку, то зовите меня просто... Эй, неужели сознание может выйти отсюда? У меня есть свои способы, я ни за что не стала добровольно подвергать себя соточению. Отлично, значит, волноваться не о чем, и будем твоими гидами. Гидами? Что это такое? Деревянный титул. Это те, кто покажет тебе современную Инадзуму и расскажет, где перекусить, повеселиться и всё такое пойдём. Шупац! Шупац! В воздухе витает знакомый аромат и земля под ногами тверда. Пора сменить обстановку, куда пойдём? Слушайте, реально у нас просто тупо свиданка. Самое оживлённое место города. Прогуляйтесь по улицам Сэй. А будет как это, как с Лизой? Мы будем там предлагать ей панталошки в подарок? Я в это время был прям в шоке. Я думал, что она не может просто так выходить. Она взяла и вышла, да? Ни что не предвещала. Я тоже не очень понимаю, как... Ну, как... У неё же тела нету. У неё тело её райден-тело. То есть, по идее, она может выйти... Ну, как бы заместить... Не знаю, как это сказать. Искусственный разум в райден своим. И использовать её тело как своё. Ну, Лена, может быть, всем галлюцинацией какой-нибудь тоже, как вариант. Будем предлагать ей что-то другое? Понятно. Кое-что другое. Это рынок? Я запомнила его совершенно другим. Это было 500 лет назад, дура. Магазины изменились. Да и торговцы тоже. Что, впрочем, неудивительно. Посмотрел письмо, довольно мило. Мурахи пробежали. Вот, видите? Это Сёгун. Почему всемогущий Сёгун здесь? Разве Сёгун не заболела, как неожиданно? Кажется, я напугала людей. А чего ты хотела? Горожане, конечно же, будут в шоке, если рядом вдруг появится Сёгун. Патрулирование улиц, работа комиссии Тен-Рё. Сёгун должна обрабатывать информацию и отдавать приказы. У неё нет на такое времени. К тому же Сёгун в досуге и не нуждается. Ей ни к чему приходить сюда, чтобы развеяться. Мышун, иди ко мне. Иди ко мне. Что ты там ходишь, одинок? Иди сюда. Что будем делать? Может, уйдём пока, а потом потихонечку вернёмся? Короче, Эй вся такая мими-мисю-сю-сю-ня-ня-ня, а Райдон вся такая стерва, да? Зачем? Я здесь не для того, чтобы доставить неприятности, а чтобы просто расслабиться. Пайман вообще-то за простых людей переживает. Да, да, кисунки. Садись ко мне, садись сюда. Это определённо в твоём духе, Эй. Где у меня мышка? Мышка, садись. Ну, залазь. Полагаю, в торговых сделках всё ещё используют мору. Как и всегда, такая искристая, такая щарующая. Эй, не хочешь ли ты сказать, что у тебя тоже нет моры? Крового. Конечно же, нет. В царстве и в тюме моры ни к чему. Всё, что мне нужно, лично приносит комиссия. Короче, понятно. У них сборище архонтов без денег. Я поняла. Что ты имеешь в виду под то же? Да так. Все ведут себя очень паралично. Не вижу ничего такого. А что тут продаётся? Ничто не станет отрываться... Ничто не станет отрываться, на виду Сёгуна. Кажется, я такого ещё не видела. Не могу не любаться электробогиней. Ну что сразу стерва? Она просто компьютер запрограммирована, чтобы не допускать изменения. Ну, в смысле, она ведёт себя очень резко так это. Не иметь моры у богов, это уже традиция. Нищие боги Венти бьёт в... В долг, наверное. Джунбук, моры без моры. Райден, правитель, зачем мне моры? Чё, все архонты у нас будут нищенками, да. У них это репутация вместо денег. Всё, Гон, прошу прощения. Всё в порядке, не беспокойся. Я просто осматриваюсь. У меня сегодня смена обстановки. Расскажешь мне о вещах, которые ты продаёшь? У меня здесь разные закуски. Такаяки, данго, молоко и тому подобное. Ну вот, сейчас есть захочется, да? Молоко? Какое-то оно здесь лишнее. Может, окажется лишним, но на деле это козыры моего магазина. Гуню молоко, кстати, по-японски. Поскольку многие магазины города утвердились уже давно и прочно, я не мог составить им конкуренцию, чтобы не продавал. Поэтому я придумал создавать новые сочетания, чтобы давать клиентам новый опыт. Мне бы такую репутацию. Данго с молоком. Мне и моему сыну. Из последнего, например, молоко с данго. Данго, когда они вязкие, отлично смешиваются с молоком. Главное, здесь не только вкус, но и текстура. У неё трущики кружевные. Данго с молоком. Никогда такого не видела. Что тебя натолкнуло такое сделать? Простите, Сёгу, но я ничего не имею против вечности. Говорю же, не беспокойся, не нужно так осторожничать. Ты правда думаешь, что преследуемый мной вечность нарушит данго с молоком? Что-то она не такая, как я ожидал. Всё вышло случайно. Однажды мой друг принимал гостей. Сделал слишком много данго и отдал часть мне. Я не знал, что делать с такой кучей данго. Тогда ещё плохо продавалось молоко, а данго и молоко долго хранить нельзя. Терять было нечего, и я решил их смешать в правильной пропорции вышло на удивление вкусно. Счастливое совпадение? Любопытно. Могу ли я попробовать этот напиток? У Эллы на голове такое же кружевное украшение именно потому, что они в чайнике у меня в одной комнате. Они в одном магазине текстурку кружавчики брали. У куклы сознания жёстко и грозно. Если постоянно показывать ей себя мягкого правителя, то получится слишком расслабленный народ. Они подсознательно не относятся к правителю так серьёзно, как надо. А, ну то есть она сознательно такая суровая, чтобы в ежовых рукавицах всех держать. У них на весь таевает одна швея. Всемогущий Сёгран желает попробовать. Разумеется. И вы тоже попробуйте. Эй, поймоны, вы что-то там приятный такой сладкий. Пьёшь, как будто ешь десерт. Очень интересное ощущение. Это определённый напиток, но который притворился едой. Очень отдалённо напоминает кашу. В любом случае, мне нравится. Я так благодарен вашему одобрению. Наверное, это вкусное танго с молоком отлично продаётся. Ну, по правде говоря, среднее. Да, у Янки такие же кружавчики. Да, ну, просто, в смысле, сами кружева. Продажи не идут. Почему? Почему? Потому что мало кто хочет пробовать. Все думают, что такое сочетание странное, хотя те, кто пробовал, высоко его оценили. Я не имею в виду, что Сёгуна странный вкус, и пожалуйста, не поймите меня неправильно. Это легко исправить. Я прикажу комиссии Есира, купить пару сотен стаканов и разнести их по всем домам. Не-не-не, всё, это же перебор. Перебор, допускай попробует, будет жаль, если они упустят данго с молоком. Тебе нравится сладкое? Конечно, я слышала, что большинству людей нравятся сладости, так что моей любви к десертам нет ничего странного. Мика говорит тоже сам. То есть, да, походу, я и про данго не врала. А потом мы пойдём книжки покупать, да, и легкие романы. Ничего так не повышает настроение, как сладости, куда приятнее, чем часы медитации. Данго, это же что-то сладкое, данго с молоком, это выходит молочный коктейль. Ну, типа того, да. Все в утренде практически все с кружевами. Создаём искусственный спрос. Напоминает ситуацию, когда популярный художник приходит к ноунейму с классным портфолио. Кстати, Мика говорила, что основала какой-то издательский дом. Точно, как книжки в поле. Лау. Это была правда. Мика говорила, что основала какой-то издательский дом Яэ, где продаются лёгкие романы. Она постоянно ими хвастается, но я понятия не имею, что она из себя представляет. Сходим туда. Хорошо, пойдём и посмотрим. Ага, то есть издательский дом не просто так Яэ называется, да? Теперь мы это самое покормили сладостями. Теперь пойдём книжки читать. То есть у них там свой бренд белья, который у Янки, но Эола тупо решила надеть романы на голову. Ну нет, ну просто кружево используется. Ну вы же понимаете, что кружево, оно продаётся отдельно. Его можно нашить на трусы, а можно на повязку на голову. А то само же по себе кружево не подразумевает, что его надо нашивать конкретно в трусы. Можно и на голову ложить. Данго не шидко сладкий, они такие мучные шарики у японцев нестандартные сладости в нашем понимании. Если говорить про традиционные, я знаю, я готовила. Я пробовала, только, наверное, это было не данго, которые внутри с начинкой. Не на палочке, которые, а которые продаются отдельно, и внутри они вот сверху вот это рисовое вязкое тесто такое, а внутри, ну мы с клубникой в частности ели. на фестивале как раз японской культуры. Вот я не помню, они тоже данго идут или нет? Или они идут как-то по-другому? Моти. Да, наверное, это были моти. Наверное, да, получается, это были моти. Ну, короче, я думаю, что вот данго, это примерно то же самое, только без начинки. Я так подозреваю. Они все там из бобов, из риса лепят. Ну, не на голову, а на повязку, на голову. Ну, ешки-кошки. Здравствуй. Ну, то есть, да, у них сладости не особо сладкие, это точно. Они у них достаточно такие. Данго, это можно сказать моти без начинки. Ну, тогда я себе представляю, как оно ощущается. всемогущий сёгун, что привел вас в издательский дом я, и будут какие-нибудь указания. Мне эту конституцию надо перепечатать. никаких успокойтесь, я пришла просто посмотреть. Простите, я немного не понимаю, вас интересует управление, правило издательства или пожарная безопасность? Она просто хочет посмотреть, какие у вас тут книги. Значит, можно самому приготовить данго? Ну, думаю, да, можно. Сейчас столько всяких этих японских продаются в супермаркетах штук, на основе которых можно готовить, что, я думаю, можно всё что угодно сейчас приготовить. Восточные сладости ПП съела из Турции, у меня всё слипло, да, кстати, а восточные, вот и Турция, там наоборот, всё слишком сладко. Надуматься в этом квесте угарной. Хотите книжный магазин посмотреть, как я понимаю. Но с текущими ценами на некоторые книги, да. Всемогущий тёгун желает лёгких романов. Да, посоветуете что-нибудь? Ну, романы издательского дома Яи предназначены для широкой публики и могут показаться весьма специфическими. Вряд ли у нас есть что-либо достойное вкусу сёгуна. Да, просто идёшь в книжной офигеваешь, от цены уходишь. Ложусь в больницу во вторник, типа вроде всё норм, горло чуть болело, а в среду утром операция должна быть. Горло ещё сильнее заболело и в среду уже выписываю, операцию отменили. А что тебе должны были оперировать? А тебя из-за горла перенесли? Или у тебя есть подозрение там на ковид на какой-нибудь или что? В рабочем чате такой был кек по поводу? А, и ты ещё не писала? Вроде было бы на что смотреть в мою книжную. Это печально, если не на что. Учитывай цены на книги, то остаётся только посмотреть. Горло вечером вторника тоже стало сильнее болеть. Не, ну если горло болит, то это точно не ковид, по идее. А, родинку удалять? Ничего себе, целая операция? Что у тебя там за родинка такая? Ну хотя, не, ну мне тоже хирургически, мне не лазером мне в тем той осенью удаляли хирургически родинку. Вот, я для этого не ложилась никуда, я для этого просто пришла к хирургу, ну сначала пришла, он меня направил к онкологу, сходила к онкологу, взяла справку, что всё можно удалять, пришла к хирургу, там сделали местную анестезию, что-то там поскребли, и потом Крис меня ещё пару недель перевязывал, мазал зелёнкой. Ну и шрамик такой остался, но я большая родинка была. У нас в одном магазине продают кучу японской еды, вроде моти тоже есть. Кстати, да, моти продают. Мне же точно, мне и Дель потом моти ещё присылала, вот точно, мы два раза моти ели. Большая родинка. Ну если очень большая, то, наверное, да, можно и прям класться. Приходишь задумчиво, листаешь книжечку, понимаешь, что хочешь купить, смотришь на цену, делаешь большие испуганные глаза, и только потом ходишь. Ещё можно сделать фоточку и посмотреть в сети, можно подешевле иногда найти. Сплошная классика и учебники, ну это как-то печально. Я просто хочу чего-нибудь новенького, постоянно читать одно и то же скучно, расслабиться, это же слова на бумаге, что-то может быть, расслабься, это же слова на бумаге, что-то может быть непонятного. В общем-то, вы правы. Да ладно, если Сёгун что-то не поймёт, мы объясним. Тогда прошу Куэнтой Полкин, они все последние популярные книги. Там также несколько призёров конкурса «Потрясающий роман», я только что сделала из них сборник для продажи. Не стоит воспринимать их всерьёз, они всего лишь развлечения. Идём. На эту больницу бомблю второй раз педиатры слепые у них? Печально. Да что это такое? Неужели я их недоценила? В заголовках этих книг мне знакомо каждое слово, но почему вместе они ничего не значат? Например, вот это «Перерождение в Хильчурла хорошо тем, что можно стать сильнее, поедая закатник». Какое длинное. Это ещё отсылки на Ранобе про попаданцев. Правда, что закатник делает Хильчурл сильнее, это, наверное, какое-то мясо. Это всего лишь способ повествования. Способ повествования это вымысел. Так это выдумка? Какой в этом смысл? Как может быть правдоподобная история, не завязанная на реальности? К тому же, вряд ли Хильчурла способна сочинять историю. Значит, автор ведёт заметки о жизни Хильчурлов. Пайман теперь понимает опасения Куроуда. Наверное, они слишком современные. Ты ссыкай точно, да. Давай-ка мы что-нибудь для тебя выберем, возьмём что-нибудь лёгкое для понимания и расскажем тебе. Ладненько, я человек начитанный, но с такими романами даже я не знаю, за что браться. Но я всё ещё в предвкушении чувствую стиль Мика и книги эти наверняка кажутся увлекательны. Потому что там и Мика что-нибудь пописывает. Подожди, немного мы Мигом. Выберите подходящий лёгкий роман. Кстати, слушайте, а у кого-то можно, в этой лавке можно купить книжку для фишки. Всемогущий сёгун читает роман, а такого нарочно не придумаешь. Надо потом к нему вернуться. У него, по-моему, книжки какие-то новые, я ещё не покупала. Так, ну давайте. Житейская история любви. Моя запутанная история подростковой любви. История любви между заурядным мужчиной и семью прекрасными девушками. Последовательное изложение будничной жизни главного героя наполнено смешными историями. Стиль автора лёгок, но основателен, а притягательность персонажей раскрыта во всей полноте. Понятно, это гаремник. Но когда детская любовь главного героя вот-вот признается в условиях чувств, история обрывается. Это стёб над японцами с их лёгкими новеллами? Там в школе учебники с пятого класса бесплатно начали удавать, в начальных пришлось тратиться родителям. Мы вообще почти все книжки в своё время покупали. У нас там взаимное ТРО между некоторыми ввели новую остатки считать по магазину параллельно со сборкой заказов. Один из ребят сказал, приложение хорошее, жаль, бесполезное, старшие смены ему такой «Всё, главный аналитик разрешил, можно не делать». А он ему красава, сам бушудил, сам посмеялся, и супервайзер такая «Чё за хамство?» Печально у вас. А я говорю, что я ей всё знаю, она прикрывает Райден. Я выбрала эту историю, реакция просто свела меня с ума. Я ей там в своей очень тесно передираю. Пайна лишь пролистала книгу, но поняла, что эта девушка любила главного героя, всем сердцем с самого детства. Надеюсь, он обретёт счастье. Нельзя, чтобы ей разбили сердце, сюжет увлекательный, но поймёт ли эту смертную любовь Эй. Так, следующая книга, приключенческий роман. Реинкарнация непобедимого Сёгона Райден. В этой книге главного героя под громовой сакурой ударила молния. Не, ну это точно троллинг над японцами. Когда он очнулся, то обнаружил, что превратился в Сёгона Райден. Вплоть до этого события жизнь главного героя не складывалась, и все им помыкали, но став Сёгоном, он обрал бесконечное могущество. В центре повествования чувство перехода от бессилия к могуществу, а также перерождение главного героя, освободившегося от чувства неполноценности. Но как именно продолжится история после превращения неизвестно. Даже такое есть. Теперь понятно, почему Курода так разнервничался. Лучше Эй, об этом не говорить, не то авторы будут проблемы. Но автор не выставляет Сёгуна в дурном свете. Если бы кто-нибудь превратился в Пайман и натворил дел, каких это Пайман ни за что бы сделать не стало, Пайман было бы очень неприятно. Так, а третья книга Героическая поэма Льюэ. Странник, который хочет написать хороший роман. Книга о боевых искусствах в центре действия бои между бандами в Льюэ. Главный герой хочет стать простым писателем романов, но из-за уникальных боевых умений он оказывается в театрном сражении банд. Изименка книги заключается в том, что главный герой никому не присоединяется, но его постоянно принимают за тайного мастера не на группировке. Мастера боевых искусств, мастера боевых искусств, которые принимают главного героя за врага, постоянно закатывают сцены. Главный герой попал в переплет, но не бросает мечту стать писателем. Это Сён он? Да, это Сён. Давайте книгу про Сёгана. Вот чудак, почему ему так хочется писать романы? Он легко смог бы стать лучшим мастером боевых искусств в мире. Главное не цель, а путь. Тоже правда, персонаж, который следует своей мечте до конца должен заинтересовать Эй, не так ли? Ладно, мы их пролистали. Порекомендуйте что-нибудь Эй. Можно с ней сначала сфоткаться? Или её сфоткать? Ну чё рекомендовать будем в чатик? Я бы, вот если бы я сама по себе, то я бы, наверное, про мастера боевых искусств выбрала. Как более нейтрально. Но мы можем выбрать то, что вы не выбирали, чтобы посмотреть, что там пишут. Так, стоп, не так низко. Хочу на обложечку что-нибудь. Всё, коза заснула. Как-то она стоит? Всё, подождите, поближе куда-нибудь. Во, хоть на нас посмотрела. Да смотрит куда-то вперёд. Сёнэн? Я не помню, чего выбирала. Согласна, мастер искусств. Только вот парень без знаний не может нормально выполнять обязанности Сёгуна. Третью книгу нужно не читать. Это что, книга про Сёнсю? Ну, похоже, по крайней мере. Коза, тупо я не на работе. Когда я вчера скидывала и голосовуху одного из курьеров, который меня вниз чуть не матом крыл, она такая, твой коллега вызвал недовольство. Типа, серьезно? Блин, ну странно у вас эта самая начальница. Я порекомендую посмотреть реакцию на Гаремник, но я её уже выбрала, поэтому порекомендую Сёну. Мне обязательно потом смотреть реакцию на Гаремник после стрима прям обязательно. А есть на ютубчике, да, реакция? Или я роман скинула, сунула, интересно, как она отреагирует на книгу про Сёгуна. Ну давайте про Сёгуна посмотрим. Сейчас я только сделаю какой-нибудь кадрик, как коза смотрит на Райда. на обложку что-нибудь надо будет. Ну, убери. Какие-то они дылды все. Или коза маленькая. Вот с этой стороны, кстати, можно ещё. Видео на ютубчике есть. То есть все про Гарем выбирали. Судя по вашему виду, вы нашли парочку хороших книг. Книга о боевых искусствах, книга о любви, книга о превращении в Сёгуна. Ну давайте про Сёгуна посмотрим. Книга о превращении в Сёгуна. Вы рассказали о реинкарнации в непобедимого Сёгуна Райден. Козлёночек, а не коза. Разве мы не условились об этом промолчать? Всё в порядке, занятная книжица. Я не думала, что Сёган представляется простым людям такой. Она никогда бы не стала использовать Мусуну Хитотати так легкомысленно, как в Иниги, уж тем более для того, чтобы дать выход чувствам. Причина, по которой она достает этот меч, определяет боевую форму её силы. Разница между историей и реальностью огромна, и я нисколько не обижаюсь. Напротив, я ценю воображение автора. Однако я слышала, что все романы издательского дома Яи Яи Мика проверяет лично. Иными словами, она дала этой истории добро, так что там это вообще могло быть её идея. Да что там это вообще могло быть её идея? Или это про все романы говорит? Так что скажешь, что ты скажешь о романах издательского дома Яи? Тебе понравились книги, которые мы выбрали? Из них я вынесла не столько их содержимое, сколько то, какой след оставила на Инадзуме время. Когда я решила уединиться в царстве и в тюме, ни издательского дома Яи, ни подобных романов не было. В соответствии с моей волей Сёкун изо всех сил старалась создать вечное государство, которое оставалось бы неизменным. Короче, все про гаремчик убирали. Не стала бы она просто так расчехлять мысу на хитатате, а то бы чуть не зарубил. Ну, значит, теперь мы знаем вкус лисы. Реакция на гаремник интереснее? Ну, окей, хорошо, я потом посмотрю на индию. Ну, теперь... А, вот эта приписка про то, что Яя одобряет это ко всем книжкам? Ну, в смысле, это уже общая фраза или нет? Теперь хоть еда, хоть книги все переменилось. Сердце людей всегда будет требовать перемен. Я с твоей точкой зрения не согласна, так бы я ответила царствие в тюме. Но истина сейчас у меня прямо перед глазами отрысать ее невозможно. За этим мы пригласили тебя выйти, осмотреться и взглянуть на вещи под другим углом. конечно все уже не такое как в твоих воспоминаниях, но люди любят свою жизнь здесь и сейчас. Это хорошо. Это именно Кэты, как я помню, Яя одобряет. А, то есть как бы окей, это именно Кэты, ладно. Перемен требует наше сердце. Давай, Хром, пока. Тому она не рубила, она расчехлила, чтобы ГГ засосать в грудь. Окей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Почему бы нам тогда не сфотографироваться? Отличная мысль, это хорошо Эй, хорошо провела время, в лучшем способом запомнится будет фотокарточка. Сфотографироваться опять непонятное слово. Не страшно, пойдем с нами, найдем живописное место, дальше ты все увидишь сама. то есть нам целый отдельный вен дадут на фотографирование. Итак, что теперь? Мы сфотографируем тебя, мы все сделаем сами, а ты просто стой вон там и прими позу. Словом, фотография запечатлевает мгновение, поэтому из них получаются отличные сувениры. Что значит принять позу? На фотографиях запечатляется картинка. Ясно, иными словами должна сделать какой-нибудь приятный жест? От этой мысли мне становится как-то неловко. Какую позу мне принять? Подскажите, что красиво, но и без крайности я ничего в этом не мыслю. Элегантную и благородную, солидную и грозную, расслабленную и непринужденную. Ну, допустим, расслабленную и непринужденную. Непринужденную? Как насчет этого? Чувствуется вполне естественно. Попробую что-нибудь другое. Так, легантную и благородную. Ну, вот это классно, мне нравится. Ну, давайте все посмотрим. Солидную и грозную. О, оно и куча. Короче, мне понравилось элегантное и благородное. Паузинг. Так, пойдет. приступим. Выберем хорошенький угол, чтобы увековечить это мгновение. Державально, мы еще и позировать заставили. вот это я понимаю. А, в смысле, надо подальше дойти. Эм, нет. А, в смысле? Нам, а, нам рядом с ней надо сфоткаться надо, имеется ввиду. Не ее лично? Или как? А, я видела там это самое. Все, окей, я вижу метку. Сейчас. Я краем глаза заметила метку. Где там? Вот. Начать фотосъемку. Ну. Ну, скройся. Вот, тут можно рассмотреть все кружавчики. Это, чтобы модельку посмотреть, можно. Вражника в четвертом перевели как мотылька. Так это все? Одну фотку только дали сделать? Какие вы нечестные. Дайте-ка я еще сделаю сама. Зачем равен глаз бога? не знаю. Зачем я ей глаз бога? Ничего себе там кружавчики какие. Ей не поддувает? Я думала у козы как бы проблема с нижним бельем, но кажется нет. Представьте встречу Вильзивул и я и то, как я забыла принести данго и роман и представьте плач еще от обиды райден. Ну как лиса, это правда ложь была. Это было предсказание будущего. несколь 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 показывала я не помню по крайней мере. посмотри это фотография которую мы только что сделали. Сясина фотография. Поразительно это какое-то волшебство это копия меня. Но она не может двигаться не может говорить это просто застывшая картинка. Я думала выйдет некрасиво потому что я состеснялась но получилось куда естественнее чем я ожидала. Ну покажи. После точно такая же и пейзаж на фоне у Мани порожу. Как такое возможно? Я еще интернета не видела. Это и делает фотографию такой особенной. Погоди я еще не очень понимаю объясни пожалуйста еще раз. Та что на фотографии это точно не я? Если это не я почему она выглядит как я? Если она это я то я это Паймон перегрузка давай ты Тома это совсем как ты и Сёгун точно как по-твоему считается считается ли Сёгун тобой? Конечно я никогда не собиралась вверять власть над Мнадзум и кому либо другому тогда ты которая здесь и сейчас кто? Я это я тут ничего сомневаться значит твое существование не ограничивается одной формой? мое существование кто я где я что сразу сейчас ну её не просто так ещё и ласково бабушкой начали некоторые называть серьезно? кажется поняла я это я есть только одна я которая может существовать в разных формах и неважно в какой именно Сёгун например одна из форм моего существования никакая из неё частей не определяет являлись являет ли она мной следовательно эта фотокарточка тоже форма твоего существования значит даже я стремящаяся к вечности постоянно меняю форму существования да ты что поэтому могу ли я требовать от Инадзумы и каждого её жителя оставаться без изменений увиденное мной во время нашей прогулки лежит за гранью моих познаний сегодня вам раскрылось моё невежество вы могли не заметить но всё это заставило меня засомневаться в собственном взгляде на вещи сегодня я чётко поняла что между мной что между моей памятью об Инадзуме и настоящей Инадзумы лежит пропасть мне было бы было бы неправильно прийти к выводу что современной Инадзумы больше Инадзумы не является охота на глаза бога и статуя всевидящего божества должны были служить средствами достижения вечности но если бы я и правда приближалась к вечности ничего бы из этого не произошло отличный ракурс возможно я слишком сильно пыталась всё удержать похоже я и всё поняла дед, бабка, внучок у нас есть интересно кто будет папкой мамкой скоро что же эй ну так-то да местами это значит что мы блестяще справились с обязанностями её гидов и пойму он может пожарать господин Камадзи господин Камадзи что за шум похоже на голос Ипея в чём дело Пэй это кто-то из комиссии Тенрё сходим и узнаем что случилось ой сорян так кнопка шо ты орёшь на всю улицу ой как она бёдра всё-таки прикольно виляет что происходит привет я что всемогущий сёгун давай мышка пока надеюсь архонт сумеру станет младшей дочкой должна быть вы ищете моего господина простите но он ещё не вернулся если вам угодно я передам ему ваше сообщение всё в порядке я не к нему просто мы услышали твои крики ты ищешь своего господина господин Камадзи ещё не вернулся с переговоров и я начинаю волноваться по правде он частенько прогуливается по округе и поздно возвращается вполне возможно что он нашёл приятное место и пособыла времени но сегодня мне почему-то особенно неспокойно здравствуйте стало быть Кудзё Камадзи кстати стало быть потомок клана Кудзё мне очень жаль поскольку главе клана не здоровится а господин Масахита часто в разъезда господин Камадзи временно служит представителем клана говорят комиссия Тенрё в смятении связано ли это с Кюдзё Камадзи простите нас всемогущий сёгун клан Кудзё не выполнил свой долг репутация клана Кудзё пострадала и его влияние убывает к тому же вы ещё не вынесли свой вердикт касательно комиссии Тенрё слушать какая фамилия клана его статуса не может просто взять и вломиться на территорию клана мы сходим и проверим может я просто чёртсюр переживаю если переговоры ещё продолжаются не хочу их сорвать всего лишь слуга но мы с господином вместе выросли как бы с ним чего не случилось я не так умён как господина не могу разделять его нож но я не хотел бы чтобы он пострадал за моего бездействия что скажешь всемогущий сёгун давайте сходим и проверим что стряслось вряд ли тебя станут осуждать за сорванные переговоры если рядом буду я более того всё это происходит потому что я вовремя не приняла решение мне с этой проблемой заниматься большое спасибо тем временем продолжу поиски местоположение лагеря отмечу для вас на карте надеюсь всё пройдёт гладко активирована точка телепортации а стопы где фамилия так а если в списке персов так посмотреть где у неё фамилия вообще где она вообще Сара просто Сара действующий генерал комиссии Тенрион в жилах а вот Кудзё Сара всё ну то есть она реально получается она приёмная да но она из того же клана сложно у них тут всё в надзуме ну я имею ввиду что она вероятно какая-то ну родственница этого получается того кого мы ищем как-то у нас не последний человек и в монте и в леве и даже в надзуме по-любому с ней должен быть какой-то твист с рыбой то а вот сейчас а типа это самое стрелка у вас ну кстати вышел уже с Кукоми тизер вот ну что-то как-то понятнее не стало она как бы типа она этот чё домосед ну что-то сверху быстрее что-то далеко а здесь сверху домосед стратег ну какая-то она у нас крылья это сёгун крышует да короче Кукоми какая-то блин пока не очень понятная перс лично для меня ну в смысле она описывается как а жрица этих рыболюдей как я их называю которая хранит соответственно частичку их божества да который морской змей да его же получается но ей насколько я поняла из этого из тизера ей не особо нравится управлять так управлять ей больше нравится воевать так знаете ми-ми-ми сю-сю-сю ня-ня-ня с кровавыми замашками что ли ну в смысле не очень понятно а что там данж или что ой да неужели я так 10 раз мимо этого места бегала и думаю что за непонятное место водите в тайное убежище а это тайное убежище понятно я думаю что за дырка в стене а вы ходили ходили на могилу к кадзухе ой не кадзухе тьфу к другу к его все сейчас буду еще кадзуху хоронить пока не понимаю механику кукоми посмотрю на тестовом а там решила надо мне рыбку заводить или нет ну она какая-то рио барбара для богатых у нее даже статус мокрый на ешке появляется но только она в отличие от барбары по ульте не просто хилит а еще все-таки урон наносит по площади сначала а потом стычек ну то есть она короче на ешке она вызывает медузку которая лечит и бьет ну то есть она саму бьет и лечит плюс статус мокрый а на ульте она делает гидроурон по площади а потом со своих тычек еще наносит доп урон и хилит как делает барбара с ешки ничего себе отлично спрятано место интересно зачем им было наводить возводить глубоко в горах такое сооружение чтобы скрыться чужий глаз что-то здесь не так я чувствую опасность она еще критовать сказать и не сможет а почему она не сможет критовать ну-ка скажи нам вообще непонятно как стартек военный могла только и делать что наводить наворотить дров с которыми разбирался гг кстати да если она такая вся вне себя стратег как она вообще купилась на вот эту фатуевскую приманку что-то как-то по ней не скажешь не ходила нафига мне он сдался и так знаю что там кошка сидит а ну в смысле может вы не знаете где куда идти барбара для богатых зачем вообще не знаю ну типа она красивая не ну кто барбару еще не качал могут ее в принципе крутить что по сливам во время ульты у нее фиксированный стопроцентный крит шанс а ну то есть она как бы наоборот будет критовать просто по дефолту или нет а нет ша подожди ну шанс мы до сотки и крутим ну в смысле она наоборот точно критовать будет нет рыба память короткая барбара хотя бы некромант ну кстати да у барбара хотя бы на c6 есть воскрешение хотя может у кукоми тоже в созвездах что-то такое есть а наоборот минус 100 крит шанс что зачем а минус 100 сорян не увидела минус нормально так а зачем тогда не у всех c6 есть но так-то да барбара не качала но рыба не нужна из джины чичи мне единственная не поняла зачем зачем ей тоже статус мокрый сделали это по сути единственное слабое место барбары его же оставили и кукоми еще и крит шанс оказывается снизили продвигаемся осторожно наследнику клану кудзио может грозить опасность что-то как-то это очень подозрительно о нам дадут забал погонять прикольно ну-ка погоди женщина не могу сделать здесь фотку она так приближ не даю тут фоточку сделать а что она делает она ешку на всех вешает заряженный такой фига себе вау это ж можно прям в лицо к этой катаной катаной а во что она здесь собрана так ну понятно это сигнатурка знать ну ладно знать так знать три таланта дали ну прямо расщедрить 222 восстановление ясно ясно понятно рейзер тоже во время ульты на себя электро накладывает ну так рейзер от этого особо хуже не становится потому что он во время электро накладывает на себя во время ульты накладывает на себя электро но у него при этом сопротивление к этой ну в смысле ему от этого не хуже он иммунитет имеет дает рейзер иммунитет от урона вызванного статусом заряжен то есть как бы ему при этом ну как бы он не страдает от этого насколько я понимаю что за бесполезная селедка Барбра Т6 легче выбить ну на самом деле те кто давно играют я думаю уже давно выбили Барбра Току Ц1 да из хилеров мне только она и НОЭЛ не ну для новичков Кукоми в принципе ну почему нет если нравится персонаж внешне когда слили Кукоми я надеялась что она будет Гидро ДД или хотя бы Саппорт нафига вторую Бебру если есть у Куки в созвездиях воскрешения то точно не надо крутить выбить созвездия ради воскрешения Райден хоть можно сделать с АБД что ей сделала любимая знать опять знать везде знать в какахи собран она играется от ультов команды ее толмуты описывают слишком долго пока я все запишу пройдет сообщение и стрим не я примерно знаю как она играется на самом деле я смотрела что там у нее это решимость накапливается на крупье и все такое для нее специальный сет сделали но восстановление почему все равно дали знать ц2 балл со старта игры играю год серьезно она тебе вообще не падает или ты скипал баннеры с ней я допустим баннер какой-то там недавний крутила только ради барбара ну как недавний весенний аяку одели в знать балл одели в знать что дальше сяу в деве не у меня барбара полная но я свою барбару собирала просто по всем сусекам и последнее мне выпало значит мы делаем ешка и она как бы увеличивает урон всех что-то я не особо вижу что там увеличивалось ну ладно будем считать что увеличивается что сделает ронин это же база комиссии ты нрё ну-ка тут все точно так же а уже наверное не действует ешка просто ну-ка коза сколько ты с ешкой дашь да все так же по-моему что-то я не вижу никакого видимого эффекта от этого глаза сзади так там же еще будет более жирный моб или мне уже здесь ульту пробовать вообще не падает ни одной барбарой из временных за год все со стандарта у меня короче я крутила с ней все баннеры из магазина брала ну а у меня кстати две барбары с самого старта было потому что мне дали одну за пролог а одну еще давали за какой-то там короче до патча один барбару давали за 20 уровень а потом добавили еще и за пролог барбару в результате у меня на одну барбару больше вот потом соответственно магазинных две я по-моему даже забирала барбары так все райден загрузил ульту сейчас попробуем на ком-нибудь ешку усиляет ульту они обычные атаки или ешку они наносят электророн ты его не видела у меня созвездий на барбаре нет потому что она всегда была в ненужных мне баннерах я ее скипала а я все крутила ради только четверок фактически правда у меня и некоторые персы появились не то чтобы прямо что-то вообще на рейзере всегда везет у меня почти сразу на европе азии америки не знаю я рейзера очень долго значит тут мы должны все ульты поражать сначала то есть раз два так три давайте четыре а блин не то ладно пять пульта ой и все умерли ну наверное это было эпично так вот допустим ешка а теперь ульта казухи а все 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 закончились окей ну да прикольно настакиваешь ей ее мега ульту ой смотрите там колесики крутятся настакиваешь ей ее мега ульту и потом такой вжах и все таки умерли ну да у нее такая необычная механика какая-то прям и круг этот на крупе ну блин сложно конечно сложно ну может не сложно в смысле когда привыкнешь то наверное не сложно в смысле еще один а ну в принципе у нас полный круг наверное можно ультануть да и он просто закончился а не еще не все еще 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 эти товарищи ну-ка ладно копим заново короче я просто не восстановила им ударом эти самые ульты ультан Что-то опять все закончится раньше, чем... Что вы все заканчиваете быстрее, чем я накоплю хвост этот дурацкий? Ну ладно, я, в принципе, поняла. В принципе, наверное... Или еще кто-то будет? Подайте еще врага, пожалуйста. Я не наигралась. Если там был сундук, сорян, я не проверила. Ой, что-то тут какое-то перетирало. Для моей волки идеально? Ну да, наверное. Это Кудзю Камадзи, а с ним... Что, это тоже надо? Нет, поговорить надо. Ох, ничего себе, мы такие идем-идем-идем. Такие, что это у нас тут дела? Не поняла. Симагучи Сёгун. Сёгун, как вы здесь? У нас есть не клана Токуцукаса. Объясни, что здесь происходит. Мы просто обсуждали мелочи, недавно случившиеся в комиссии Тенрёв. Всемогущему Сёгану не о чем беспокоиться. Значит, необходимость встретиться в таком уеденном месте с охраной из Ронинов и Кайраги возникла также из-за этих мелочей? В последнее время было неспокойно все это из-за соображений безопасности. Молчать! Слово тебе, наследник клана Кудзё. Я пришел сюда с целью переговоров, а оказалось, что им нужно было лишь письменное признание клана Кудзё. Письменное признание? Да, признание всех преступлений, сотворенных кланом Кудзё, от начала охоты глаза бога, включая недавние проступки. Все согласно фактам, ни капли лжи или вымысла. Не отрицаю, но также в нем подчеркнуто достижение клана Токуцукаса, который якобы в опасное время не растерялся и делал все, чтобы спасти положение. Все это не былится. Ах ты, двуличный, сначала говоришь одно, а потом другое? Говорю как есть, уверен всемогущий Сёгу, но раз судит про справедливого клан Токуцукаса, всегда он всего-навсего пытается выглядеть хорошо, чтобы занять место клана Кудзё. Зачем еще в письменном признании искажаешь истину и выставляешь свой клан в выгодном свете, вынуждая меня подписывать его под угрозу заточения? Что ты такое говоришь? Никто тебя здесь не держит, мы просто ведем переговоры, ты лжешь. По-моему, я поняла, что происходит. Вы его бредни не слушаете, крупнейшее прегрешение клана Кудзё вам должно быть известно, как и то, что нельзя доверять ни единому их слову. Ваши распри меня не интересуют, наследник клана Токуцукаса... Ты хочешь стать главой комиссии Тендрю, я правильно понимаю? Ну, да, конечно, посвятить жизнь служению всемогущему Сёгону, это вечное стремление каждого в комиссии Тендрю. Все куда проще, чем представляется все-таки глава комиссии Тендрю, назначаю я. Главой может стать любой, кто победит меня на дуэли. Фига себе, да? Это так просто? На дуэли против всемогущего Сёгуна? Первый глава комиссии Тендрю доказал свою волю с мечом в руках, поэтому титул всей наследовался кланом Кудзё. Для того, чтобы был назначен новый клан, должно произойти дуэль. Но ты не умеешь обращаться с клинком, или преклонные годы и немощность отняли веру в собственные силы? Ты говоришь о том, чтобы посвятить жизнь служению мне, но боишься предстать перед моим мечом? Забудь. Ну, а вы, любой, кто победит меня, та Катсука с или иной, будет назначен новым главой комиссии Тендрю. Все-таки, ну, блин. Это вассалы. Никто не осмелится бросить мне вызов? Можно мы? Жалкие людишки. Я. Всемогущий Сёгун на дуэль вызову вас я. О, вообще. Вот это повара. Наследник Кудзё, мне жаль, но ты даже... Ну, даже если ты победишь меня, ошибок твоего клана это не искупит. Я понимаю, у меня против вас нет ни единого шанса, и я знаю, что из-за ошибок моего отца главенство кланства Кудзё и комиссии Тендрю конец. Даже исполняя указы об охоте, я сомневался в решениях моего отца. Я знал, что поступаю неправильно. Я сомневался, размышлял, ясно осознавал ситуацию, но ничего так и не предпринял и никого не спас. Упадок клана Кудзё будет наказанием за мои поступки, но не могу сказать, что не смог бы его предотвратить, потому что для этого нужно было хотя бы попытаться. Говоря предельно честно, у человека твоих сил ничего бы не вышло. Да, я слишком слаб, отцул на меня плевать, брат помочь не может, и меня даже порой получает Иппэй. Так было всегда, но по крайней мере сейчас, в последние дни клана Кудзё и его интересы представляю я. Обязанности отца принадлежат и принадлежат исполнять мне. По словам Сёгуна, мой предок однажды доказал свою волю мечом. Прошу тогда позволить мне, Кудзё Камадзи, завершить историю клана Кудзё так же, как она началась. Это моя последняя возможность сделать хоть что-то. Это лишено всякого смысла. Но я принимаю вызов, вступи вперед. Ну, вообще просто. У нас как раз круг накопленный. Или нет, я же забыла. Мультики! Или не мультики? Не, ну у него, конечно, без шансов. Честь клана Кудзё была выкована храбростью, заклена искренностью и сверкает за пределами чего-то там. Покажи мне, выдержит ли твой клинок вес имени твоего клана. Только не убивай! Я готов учиться что-то там. Короче, одегайшимас. Ха-ха, бедняжка. Просто избиение очкариков. Ха-ха-ха. Очки! Ну, как это ты пытался. Типа кровь. Где могилка ТП? Ну, могилки нет, только дом остался. Ну, Кокоми у дома же молилась, у этого украйнего. Ха-ха, бедняжка. Нет, Эй, не убивай его! Ты же добрая! Ты же любишь сладости и легкие романы! Ха-ха-ха. Ну, ладно, это не дворцовая дуэль, поэтому, наверное, надо его не будет убивать. Да, все, убивать не надо. Он сам умер. Ха-ха-ха. Очередная аномалия в вечности. Тем не менее, часть клана Кудзё еще течет в твоих венах. Кудзё Камадзи ранен, наследники ТЦКС, и вы обязаны позаботиться о нем. Кроме Геншини, да, такие. Воу-воу-воу. У вас нет храбрости сразиться со мной, но с такой мелочью вы справитесь. Разумеется, мне очень жаль, прошу прощения. Я слышала, что клан Кудзё уже не справляется с работой комиссии Кэнрё. Поиск преемника главы комиссии – дело неотложное. Но после этой дуэли я решила с наказанием для клану Кудзё повременить. Тем временем, клан ТЦКС, как и прежде, продолжит поддерживать клан Кудзё. Короче, батька рассудил. Будет сделано. Воля всемогущего Сёгуна для нас закон. Кстати, вы заметили, у нее родинка возле глаза. В Японии есть поверье, что это линия слез. И женщина с родинкой в этом месте обречена лить слезы. Вот почему она такая мрачная. Напоследок, если вы думаете, что можете копировать методы Фату и предоставляя мне ложные сведения, из-за чего страдают мои суждения, я предстану перед вами вновь, но мой клинок будет беспощаден. Ох, уж эти ракурсы. Мы все поняли, благодарим всемогущий Сёгун за вашу мудрость и милосердие. Дальнейшее расследование зайнется вот этот вот товарищ. Следуйте за мной, найдем тихое место, мне нужно кое-что с вами обсудить. Это было в Юнгелеоне, да? Это было в Юнгелеоне. Чё? А, вот судок стоит. Сейчас я чатик посмотрю, что там понаписали, пока я тут... Да вы что? Не осталось места для артефактов, как так? Да вы что? Короче, перо, конечно, говно, но раз не осталось места... Слушайте, надо послевать, что ли. Надо вообще сходить, у меня нет нормальных анема перьев, вообще просто. Какое-то говно одно. Ну, ладно, пока хватит. А что назад? Там еще где-то сундук есть? Или что? Не, я тут собрала два сундука в этом данже, точно. Деревянный, драгоценный. Я, естественно, единственное, в зале с самураями не посмотрела. С двумя где. Но два перед этим я собирала. Тут внизу я не посмотрела, в комнате есть ли там. Сейчас проверю, на всякий случай. Три точно было. Ну вот, это третий был. Сейчас, я вот тут единственное, вот эту комнату не проверяла. Остальные комнаты я проверяла прям. Ну, вроде нет. Ну, значит, все собрала вроде. А, него еще спрятался. Спрятался где, а? Ну, теперь точно все, да? Понапрячут сундуков? Лифт. Вернись. На переходе. Все. Еще на переходе. И тут еще сундук где-то был. А где тут сундук может быть? А где тут сундук может быть? Не, ну тут я что-то сундуков не вижу. А вот в предыдущем зале собирала. А тут вроде нет. Ну, значит, все. Не, ну я могу, конечно, вернуться. Чтобы уже не сомневаться, так сказать. Ну, вот в этом зале и брала сундук точно. Ну, все, значит, все. Напрячут по всем закоулкам. Подальше, но на переходе. В смысле? Ты где? Ну, правда, я не вижу. Вот переход. Сундуков нет. Тут вот забирали, вот с этой стороны стоял. С самураями комната. Все. Там была сюжетная битва прямо перед залом. Перед залом вот этим? Выше? Перед вторым? Два перехода? Ёлька левша? Нет, Ёлька амбидекстер. Она обеими руками стреляет. Вот тут? А-а-а! Во, запрятали, слушайте. Ну, вот этот бы я точно не нашла сама. Ну, все, это уж точно последний. Фига себе понапрятали сундуков. По всем закоулочкам просто. Мышь орет. Да, что-то... Мне кажется, ее... Вот эта чистка желез несколько воодушевляет на поиск кота на некоторое время. По крайней мере, она каждый раз после чистки вот так ходит и денек орет. Как обеими? Она перекидывает лук туда-сюда? Да. Именно, она перекидывает лук туда-сюда. У нее пару рыстолов с одной руки, потом... И с другой руки, потом опять с первой. Когда приходится разбираться с проблемами, это всегда как Сёгун такая грозная. Сам в первый раз пропустил Джей, на него показала. А-а-а. Неужели, по-моему, я была весьма любезна будь на моем месте Сёгун? Она без лишней мысли обезглавила Кудзё Камадзи. Ему повезло. Ну да, кстати. Мне кажется, он был к такому исходу готов. Это было видно по его глазам. В клане Кудзё от его былой славы до нынешнего упадка произошли разительные перемены. Кудзё Камадзи наследник вовсе не выдающийся. Но он показал, что в меняющемся мире некоторые вещи остаются такими же. Я благодарна и вам. Увиденные на улицах фотографии также помогли мне понять это. Какое будущее ожидает клан Кудзё? Продолжит ли он управлять комиссией Тенрю? Ни за что. Даже если бы их наследник был талантлив, совершенных им ошибок уже не исправить. Но я дам им еще немного времени, ведь они не единственные, кто сделал ошибки. Сёгун не ошибается, она попросту на это не способна. Но я, будучи Эи, хотел бы принести свои извинения. Мне предстоит осмыслить многое, но я по меньшей мере знаю, куда идти. Будешь ли ты править Инадзума непосредственно? Это я предоставлю Сёгуну. Величайшие угрозы и вечности остается происходящее со временем эрозия. Как я говорила, Сёгун обладает устойчивой защитной системой от модификации. Она установлена, потому что я предвидела собственные изменения с ходом времени. Но я уже приняла решение, и я сделаю то, что необходимо, как бы сложно это ни было. Это была весьма памятная черда событий. Не то слово, ты разобралась с комиссией Тенрё, а горожане увидели здорового Сёгуна. Все эти ужасные слухи исчезнут сами собой. Если тебе понравилась прогулка, можем как-нибудь повторить. При всем тебе дельковинки. Не надо. Такому в моей жизни нет места. И не надо говорить так, как будто я не обойдусь без компании. Ладно, я готова возвращаться. Моё уединение продолжится, но ненадолго. Мелкими делами, тем временем, пускай занимаются люди. Увидимся. Случилось много неожиданностей, но всё кончилось, но удивление хорошо. Осталось лишь вернуть пропуск я и Мико. Он улетел, но обещал вернуться. У меня каждый день день сурка, так что концепт вечности, как никто понимаешь. Понятно. Сейчас я чатик дочитаю, сейчас мы вот сдадим. Задание. Мико, мы вернулись, выдалась отличная прогулка. Вот как. Тогда вы должны мне всё рассказать. Хе-хе, как забавно. Наша всемогущая Сёгун оказалась в большом городе и стала похожа на деревенскую девушку, которая с широко раскрытыми глазами пытается не потеряться в его улицах. Очень жаль, что я не видела этого собственного глазами. Всё в порядке, она была... не возражала ни за что. Так и сказано, вам выходит, что она наконец начала понимать, какой должна быть вечность. Пока все живут, у них что-то происходит, у меня всё как слоу-мо. Это норм. Это самое главное достижение, когда я давала вам пропуск, то и мечтать не могла о таком значительном успехе. Похоже, она больше не будет вынуждена... вынуждать всё застыть в покое. Даже боги, мягко говоря, иногда продаются самообману. Выражаясь менее приятной, существуют вещи, которые не под силу даже семи, если они сталкиваются с чем-то более могущественным, нежели они сами. Ты о человеческих чувствах? Угадай. В общем, звучит так, будто прогулка была очень приятной, и вам даже удалось увидеть менее формальную сторону Эи. Когда вам захочется повидать её, просто приходите и берите у меня пропуск, она никогда не признается, но ей частенько бывает одиноко. Что? Она сказала, что ей компания не нужна? Это потому, что она архонт. Не то, чтобы архонтам не нужна компания, просто ей это кажется излишеством. Но ты не принадлежишь этому миру, возможно, именно такой человек, как ты ей нужен. Да, что ты говоришь, муж? Вы слышите эти истошные крики? Что такое? Ты хочешь поговорить о чём-то ещё? Молоке с дангом. Не сомневаюсь, что этот напиток пришёлся ей по вкусу. Представляю, как она радовалась. Она наверняка хотела сказать, откройте один из наших магазинов в царстве и в тюме. Что такое? Ты хочешь поговорить о чём-то ещё? Так, о сёгане. Та кукла, да, я слышала, что изменить её правила работы очень сложно. Полагая, с такой проблемой ещё никто никогда не сталкивался. Вы можете представить, насколько это сложно, даже если мудрая и могущественная Эй испытывает затруднения. Даже Мусунохи Татати здесь не поможет. Насчёт романов. Превращение в сёгу на забавные идеи. Не находите? Лёгкие романы такими быть и должны. Развлекательными. Хотя для Эи, да, слишком продвинут. Может, стоит заказать продолжение реинкарнации в Гуджи-яе? Понятно. Лиса подкольщица. Ну, вот так как-то. Ну, прикольно. Я думала, будет просто прям свиданка-свиданка, а тут как бы нет, прям душевненько. А про скоромушие предысторию Яи? Да, это было в прошлый раз, это было в сюжетке. Также возле дерева она стояла, но это было в сюжетке. Так, что там было? Круг убирается. Он как-то со временем пропадать должен, но ребята говорят, что практически всё время на самом деле висит, если не ошибаюсь. Коса шикарно светится во время Ешки. Ну, да. Пыталась посмотреть получасовой гайд. Глина уснула где-то на середине, а мне нормально его гайда. И вот последний тоже. Мне интересно, я не засыпаю. Для револьверных отрядов? Ну, да, я в принципе согласна, что, наверное, Райден, наверное, для револьверов действительно больше подходит, ну, потому что ей тоже надо прожимать ульту её. То есть, с классическим одним дамагером как бы не очень получается. Я сунула Эй Роман, убила её реакции, ничего не понятно, но очень интересно, обожаю переводчиков. Так. Вообще, часто в гайдах смотрю инфу об оружке и артах. Царь, очень приятно, царь, процориться, ну да. То есть, ГГ может стать Кломиссией головой? Да, конечно. Чувствую, из-за того, что у нас два ИПэя участвуют. Я их постоянно путаю? А кто второй ИПэй? Что-то я не помню. ТП? Подожди, или был в другом регионе? Что-то я уже запуталась. Бал, могла бы хотя бы сигнатурку на что-нибудь другое поменять. Вы заметили, так, про родинку читала. Так, сундуки нашли. А, про Йойку. Короче, смотрите. Сейчас будем заканчивать уже просто. Возвращаясь к этому вопросу. Сейчас я отойду, чтобы людей не пугать. Короче, смотрите. Вот, следите, как она стреляет. Я сейчас комбо... Эээ, стой! Что-то у меня мышка... Подождите, она отходит назад, наоборот. Короче, раз, рука, два, три. Короче, она меняет руку где-то в середине. Хоть на слоу-моу смотри. Что-то я не пойму. Подождите. Вот, она меняет, да? Одна и вторая. Да, она вот с двух рук просто стреляет. Ненормальная. Спрашивается, почему тогда ты ограничивала функционал куклы, если ты не можешь ее перенастроить? Сложно. Еще недавно смс-кот телефона слышал? Ну, да. Это была не смс-ка, это была... Это бельгийская посылка. А, нет, это уже американская посылка. Уже? Что-то мы неделю назад с Крисом ходили, отправляли посылки в Бельгию и... ну, мелкие пакеты в Бельгию и в США. Ну, до Бельгии, ладно, дошло, я понимаю. А что-то уже и США пишут, что передано курьеру. Фига, они что-то шустрые прям. За неделю доставили туда и сюда. это я не читал, что там говорила я про гаремник, но это теперь я не знаю, это видно только в твоем прохождении было. На стриме сюжетки я работала. В кустах очень видно, потому что, когда она делала куклу, то предвидела свои изменения и сделала так, чтобы она не смогла перенастроить ее потом. А, ну, то есть, чтобы она ее сама тоже не могла перенастроить, то что мало ли что, она там с катушек слетит, да, и чтобы хотя бы Райден осталась той, какой она ее видела изначально. Ну, короче, меня это на руку. Все, ладно, давайте заканчивать. Значит, в субботу Лоя на следующем стриме по Геншину а, наверное, уже квест Кукоми же, да, будет? Да, квест Кукоми уже должен быть доступен на следующем стриме, так что будем смотреть его. Я вас предупреждаю заранее, потому что он выйдет когда там во вторник, наверное, вечером сразу с релизом баннера, у вас будет целая среда, чтобы вы посмотрели самостоятельно. Ладно, все, большое спасибо за компанию. Давайте, всем хорошего окончания дня, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok